МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Под особым контролем. Вопросы, поступившие от жителей области, во время большого разговора с президентом, находят решение. Работа депутата должна быть действенной. О сфере компетенции народных избранников в интервью нашей программе рассказал депутат парламента Павел Жданович. Помнить прошлое, чтобы сберечь будущее. 75 лет назад Красная Армия освободила лагерь смерти Азаричи. С творчеством по жизни. Уникальный выставочный проект реализовали в Гомельском дворце Румянцевых и Паскевичей. Все подробности этих и других событий в ближайшие 26 минут. Помощь со строительством жилья, перераспределение студентов, трудоустройство. В Гомельской области продолжают работу с обращениями граждан, которые поступили к Александру Лукашенко во время большого разговора с президентом. Часть вопросов уже решена. Многие требовали лишь разъяснения или же давно были отработаны на всех уровнях и имеют четкие ответы. Марина Джалая с подробностями. Более двух тысяч человек обратились к Александру Лукашенко со своими вопросами, просьбами и проблемами во время большого разговора с президентом. Мгновенно разобраться со всеми, конечно, возможностей не было. Но абсолютно все взяты на контроль с последующим отчетом перед главой государства. В результате из администрации президента и Совета министров в Гомельске область полком прислали около 140 обращений от жителей нашего региона. Менее чем за три недели удалось решить пять вопросов. Если приводить конкретные примеры, то это трудоустроен житель города Хойник на почтовое отделение уборщиком помещений. Заявительница, у которой большая семья, это дети, внуки, несколько лет стояли на очереди. На сегодняшний день им предложено включение в строительство двух-трехкомнатных квартир в строящемся доме. По двум вопросам, это по распределению молодых специалистов, найдены компромиссные решения. И на сегодняшний день вот эти вопросы урегулированы. Скажем так, студенты по их согласию сегодня распределены на те места, которые, в принципе, их удовлетворяют. Что касается жилья, то на эту тему было около 40% обращений, адресованных президенту во время большого разговора. Это как строительство и ремонт, так и благоустройство территории. В частности, много вопросов было от многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов. Поступали звонки и электронные письма из Речицы, где в очереди на жилье стоит более 300 многодетных семей. Из Калинковичей там свыше 200, из Чечерска, где более 100. Что касается Гомеля, например, в железнодорожном районе на очереди около 280 многодетных семей. Из них почти 180 уже включили в списки на строительство. Скоро они станут новоселами домов на Федюнинского или Барыкино. Оставшиеся 100 человек по каким-то причинам отказались от строительства. У кого-то нет поручителей, у кого-то собственных средств. Кто-то не прошел банк. Оставшиеся все желающие у нас строят. На сегодня дефицита квартир мы не испытываем. Мы выполняем поручения главы государства. И многодетная семья, она стоит меньше года. Но сегодня мы уже опросили весь 2018 год. Приступили к 2019, кто стал на очереди. Оксана Беляева – мама троих детей. Хотя младшему ребенку всего 9 месяцев, уже предложили строить квартиру в новой многоэтажке на Федюнинского. Осталось собрать несколько необходимых документов. Сейчас решается вопрос по предоставлению нам льготного жилья. Вот мы уже собрали практически весь пакет документов. Сейчас подносим практически последнюю часть. Нам предложили жилье сразу, практически сразу после рождения третьего ребенка. Вот в течение года. Ребенок родился в летом. И сейчас ему 9 месяцев. И вот мы уже собираем документы. Несколько вопросов президенту было и по работе предприятия «Гомель-обои». Напомним, трафаретный участок по выпуску виниловых обоев временно приостановлен из-за появления шума и неприятного запаха от производства. День назад мы побывали на предприятии и узнали, как реализуется комплекс мер по улучшению ситуации. Итак, за несколько дней здесь изготовили факельный выброс на трубе, изменили конструкцию воздуховода с применением изолирующих материалов для уменьшения шума, начали использовать немецкую краску для улучшения экологической ситуации на предприятии. Они не вредные. В начале следующей недели должны прийти результаты исследований, которые провели ученые из Санкт-Петербургской лаборатории имени Менделеева. Методик, который здесь используется, нет ни в одном исследовательском учреждении Беларуси. На 26 марта запланирован пробный пуск участка по производству виниловых обоев. Специалисты сделают контрольные замеры и вместе с результатами лабораторных исследований российских специалистов примут решение о возможности восстановления его работы. Лабораторные исследования еще от Санкт-Петербургской лаборатории пока не получены. Но по результатам будем тогда рассматривать деятельность фабрики в дальнейшем. Когда мы убедимся, что деятельность фабрики отвечает всем требованиям природоохранного законодательства, будет дана оценка. Возвращаясь к вопросам жителей нашего региона к президенту, отметим, что работа с поступившими в область полкома обращениями продолжается. Сейчас заканчивается проработка еще двух десятков вопросов. Скоро и они будут разрешены. Запланированы ремонтные работы, запланированы комиссионные обследования жилищных условий, запланированы встречи с людьми для уточнения некоторых моментов. Например, по вопросам, опять же, трудоустройства это людям выданы направления на прохождение медкомиссии, так как без этого документа пока невозможно до конца оформить, скажем так, уже трудоустройство человека. Многие обращения нуждались лишь в детальном разъяснении положений законодательства. Еще 10-15% поступили от людей, которые уже давно знают обоснованные законом ответы на все свои вопросы, но все же не упустили возможность еще раз задать их во время большого разговора с президентом. Естественно, работа с такими вопросами пустая трата времени работников службы и ведомств на новый виток диалогов. Что касается всех актуальных вопросов жителей области, то каждый будет детально рассмотрен и по возможности решен. Марина Джала, Игорь Морещенко, Новости недели. И в продолжении темы работы с обращениями. Встречу с избирателями на уходящей неделе в Гомеле провел депутат Палаты представителя Национального собрания Республики Беларусь Павел Жданович. Среди наиболее распространенных вопросов традиционный топ-5. ЖКХ, благоустройство, трудовые споры, пенсионное обеспечение и медицинское обслуживание. О повседневной работе народного избранника интервью депутата парламента Павла Ждановича. Павел Леонидович, вот уже более двух с половиной лет вы депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Как за этот отрезок времени поменялось ваше личное отношение к жизни и работе депутата? Вы знаете, наверное, мне очень сильно помогает опыт областного депутатства, если так можно сказать, потому что перед тем, как был я избран в Палату представителей, я на протяжении 26-го и 27-й СОЗов являлся депутатом областного совета. И в течение двух лет даже был представителем комиссии по социальным вопросам. Поэтому как бы с работой депутата, с понятием депутатства, с теми вопросами, которые сегодня волнуют граждан, я уже был знаком ранее. Конечно, и когда ты избираешься уже в парламент, то спектр этих вопросов становится шире, безусловно, это однозначно могу сказать. У тебя гораздо появляется больше, скажем так, возможности расширить свое мировоззрение раз. Во-вторых, тем, для которых для обсуждения, тем для изучения, тем для очень глубокого изучения становится гораздо больше. Все-таки от местного совета несколько, ну я хочу сказать, другая специфика. Другая специфика, да, и другая специфика в вопросах, которые к нему приходят люди на приемы. Здесь ответственность выше, но и возможность помогать, реально помогать реальным людям тоже выше. Вот я знаю, что каждый месяц вы проводите приемы граждан в Гомеле. С какими вопросами, проблемами чаще всего идут жители областного центра? Да, действительно, инструментарий, который сегодня может пользоваться парламентарем, он гораздо шире, нежели у депутата местного совета. Я хочу сказать, что, ну, определено законом, что не реже одного раза в месяц депутат палаты представителей обязан проводить прием в своем округе. Эти приемы могут быть чаще. Это могут быть не только приемы, но и встречи трудовых коллективов, в которых вполне могут подниматься те или иные вопросы. Люди идут? Люди идут, да. Это могут быть письменные обращения к депутату, как от физических лиц, так и от юридических лиц. Поэтому, конечно же, одним приемом граждан в месяц работа депутата в округе однозначно не ограничивается. Спектр вопросов затрагивает все наши сферы жизнедеятельности человеческой. Ну, опять-таки, вопросы ЖКХ благоустройства, вопросы, касающиеся ремонта дорог, они всегда актуальны, они всегда находятся, что называется, в топе проблем, которые сегодня связаны. Помимо этого, конечно же, мы говорим о медицинском обслуживании, помимо этого нужно говорить об пенсионном обеспечении, вопросы, которые касаются участия в том или ином виде или формате депутата в реализации социальных проектов, в реализации культурных проектов. Ну и еще одна из важных тем это реализация проектов, связанная сегодня с развитием местного самоуправления в округе. Всегда ли это действительно масштабная проблема либо все-таки вопросы, которые могли бы решиться намного проще на местном уровне? Ну, масштаб проблем абсолютно разный. У каждого свое понимание масштабности? Особенно, если это касается личной проблемы. Безусловно. Конечно же, большинство людей приходит с личным вопросом. И для человека это большая проблема, решение этого того или иного вопроса. Тут ему нужно либо оказать какую-то юридическую помощь в толковании, либо правильно его сориентировать, где этот вопрос можно решить и порядок решения этого вопроса. Либо, используя опять-таки, возвращаться к первому вопросу, к предыдущему вопросу, это тот инструментарий, начиная от простого депутатского запроса, работы с местными органами власти, решение проблемы человека. Но для каждого человека этот вопрос, он важный, и он большой, и он нужный. А задача депутата, одной из задач депутата, безусловно, является это то, что это защита интересов своего избирателя. Павел Леонидович, я так понимаю, что после вашего такого убедительного ответа количество обращений от избирателей увеличится. Я хочу сказать, что у нас достаточно большое количество обращающихся, и тем не менее все, кто приходят, независимо от проблематики, мы, безусловно, принимаем, выслушаем, стараемся оказать максимально возможную с нашей стороны помощь. Единственное, конечно, я очень бы хотел, когда говорят к избирателям, и обращаюсь к избирателям, когда они приходят, чтобы вопрос звучал не наполовину, потому что, говоря об этом, конечно, человеку очень много, что порой утаивает. И он говорит, что... Абсолютно верно, тратится очень много времени. Задействуется вторая сторона, выслушивается, а то и третья, и четвертая. А потом, когда еще выясняется, что человеку уже прошли какие-то судебные были решения, либо находится в стадии судебного производства, какие-то его вопросы сегодня, но это уже депутат не вправит. По-человечески ты, конечно, человека понимаешь, стараешься поддержать. Но есть закон. Если сегодня есть закон, мы должны соблюдать этот закон. Незнание человека каких-то законодательных норм, незнание закона, его не освобождает от той или иной ответственности. Трактовать так, как выгодно самому гражданину закон, ну, наверное, это неправильно в данном случае. Поэтому мы пытаемся человека убедить, хотя он говорит сегодня, что я прав, и все. И вот ты пытайся переубеждить, идти от обратного, согласия уже на те нормы законодательства, которые сегодня у нас действуют. Павел Леонидович, спасибо за интервью. Успехов в делах. Спасибо большое. Один из дней уходящей недели стал в регионе Днем Качества. На встрече с руководителями промышленного комплекса вручили награды победителям конкурса «Лучшие товары Беларуси» и обсудили перспективы диверсификации рынков. Подробности этого и других важных событий недели далее в обзоре от службы информации. 21 марта на базе ОАО «Гомельстройматериалы» чествовали лауреатов ежегодного республиканского конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» за 2018 год. Так, сразу в нескольких номинациях признан лучшим Гомельский химический завод. Дипломом «Стабильное качество» отмечены несколько предприятий области. Среди них «Гомельский мясокомбинат», «Мозорские молочные продукты», «Кондитерская фабрика Спартак», «Калинковичский мясокомбинат». Всего в различных номинациях награждены 30 предприятий области. За поддержание высокого качества выпускаемой продукции производственникам региона вручены благодарности Гомельского облсполкома. Популяризация лучшего опыта и обсуждение перспектив развития частного бизнеса. На Гомельщине прошел областной этап республиканской акции «Неделя предпринимательства». О развитии предпринимательства, создании новых предприятий и результативности работы, проводимой в регионах, шла речь на выездной коллегии Комитета экономики облсполкома. Сейчас поступление в областной бюджет от деятельности негосударственного сектора составляет 20%. Еще больше этот показатель в Лельчицком районе – 35%. Повышенное внимание к развитию частного сектора объясняется отсутствием в регионе крупных производств. А потому организация самозанятости населения для местных органов власти среди приоритетных задач. Еще одна тенденция последних лет – предприниматели все активнее занимают ниши в реальном секторе. Причем, если работа торговых точек ориентирована на местное население, то предприятия часто имеют экспортную направленность. Увеличение загрузки физкультурно-спортивных учреждений, создание специализированных спортивных классов и проведение на местной базе учебно-тренировочных сборов с привлечением зарубежных команд. На заседании Гомельского облсполкома обсуждались пути повышения эффективности использования спортивных учреждений. Сейчас физической культурой в регионе постоянно занимаются около 330 тысяч человек. Это почти четверть от общей численности населения региона и четвертый показатель среди областей Беларуси. Вместе с тем в областном управлении спорта и туризма соглашаются. Эту цифру можно увеличить. Возможных направлений несколько. Начиная от создания специализированных классов и организации массовых мероприятий до совершенствования системы скидок на услуги спортивных объектов. Спрос потребителей постоянно изучается. Наиболее востребованными являются услуги тренажерного и игровых залов, бассейна и теннисных кортов. Помощник президента Беларуси, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко провел прямую линию и прием граждан в Лельчицах. По телефону обратились пять человек. Некоторые вопросы решали сразу. Так, жительница деревни Краснобережья попросила помочь привести в порядок кладбище, в частности, вырубить ветхие деревья. Представители местных властей пообещали провести эти работы до конца месяца. В районе многое планируется сделать по благоустройству во время субботника, который запланирован на 30 марта. На личный прием в Лельчицах пришли восемь человек. Озвученные вопросы касались благоустройства, трудоустройства, жилищной политики и кредитования. 18 одаренных юношей и девушек из разных уголков региона наградили премиями Гомельского облсполкома по поддержке талантливой творческой молодежи. Торжественная церемония прошла в белой гостиной Дворцово-Паркового ансамбля. Во время церемонии председатель областного совета депутатов Екатерина Зинкевич выразила благодарность родителями педагогам, которые растят и учат сегодняшних лауреатов. Она напомнила, что сначала именно родные рассмотрели в своих сыновьях и дочерях искру таланта, а потом учителя смогли зародить любовь к музыке и творчеству. Педагоги в ответ говорят, что это большое счастье, когда достижение тандема преподаватель-ученик отмечают на таком высоком уровне. Премии Гомельского облсполкома по поддержке талантливой и творческой молодежи вручаются с 1997 года, а ежегодно их получают 18 молодых людей. Сумма премии составляет от 5 до 15 базовых величин. На уходящей неделе в Гомельской области вновь обратились к теме Великой Отечественной войны и 75-летия освобождения Беларуси. В Калининковичском районе на месте бывшего лагеря смерти Азаричи прошел траурный митинг. Узников освободили 19 марта 1944-го. Менее чем за две недели здесь погибли около 17 тысяч человек. Однако кроме физического уничтожения людей, было у этого лагеря и еще одно предназначение. Азаричи был единственным лагерем, где мирное население содержалось в болоте в холодное время года без крова, тепла и пищи. Узников преднамеренно заражали тифом, чтобы эта болезнь перекинулась на солдат Красной Армии, которые освобождали эти территории. 10 марта 1944-го года здесь за колючей проволокой оказались женщины, старики и дети. На территории не было никаких построек и узники, которых по официальным данным насчитывалось более 50 тысяч человек, находились под открытым небом. Еве Овчинниковой в марте 1944-го было всего 8 лет. Говорит, что в 75-ю годовщину освобождения она не могла не приехать сюда. Время не способно стереть воспоминания. А вот здесь вода, никто не привозил. Здесь сидели и там пили. Я приходила к себе. А тогда уже учишь, говорят, тиф, больные же. И они же привозили нас, кто с тифом, кто с чем. О том, что их преднамеренно заражали тифом, узники лагеря смерти Азарича узнали только после освобождения. В те морозные мартовские дни 1944-го они умирали от голода и холода. Питались тем, что сумели спрятать при себе, а также мхом и найденными на болоте ягодами клюквы. Кузникам запрещалось разводить костры не только ночью, но и днем. Многие попали сюда семьями, но были и дети без родителей. Их содержали отдельно. Здесь было болото непроходимое. Вот. Здесь вот было болото. И когда нас у загородь выкинули, и вторая загородь была с детьми, и вот этих деток покоя с них выкинули и 2, и 5, и 10, и 15, и 6, и 8 годов. И вот эти детки двое суток просили ездить. А потом уже надо только стынать. Если это все бачить, это Боже-Боже. А лучше чистое небо и кусок хлеба и вода, чем эта мука. Центральное событие мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения лагеря смерти Азаричи – траурный митинг. В этом году он особенно массовый. В Азаричи приехали жители практически всех областей Беларуси и ряда регионов России. Кто-то из участников был узником этого лагеря, у кого-то здесь погибли близкие. Гомельское областное отделение Белорусского фонда мира – постоянный участник этого мероприятия. На этот раз его активисты выпускают в небо десятки воздушных шаров, как память обо всех погибших. История Великой Отечественной войны показала, что очень много погибло не только военнослужащих, а гибло в первую очередь мирное население. И эту память Великой Отечественной все мы, и дети, и взрослые должны сохранять и беречь мир как самую, наверное, главную непереходящую ценность. По официальным данным, в марте 44-го из-за зареческого лагеря смерти были освобождены около 33 тысяч человек, 16 тысяч из которых дети до 13 лет, чуть более 13 тысяч – женщины и 4,5 тысячи – старики. Уже тогда стало ясно – это была бактериологическая война, и для этого преступления никогда не наступит срок давности. Не забудьте тогда, граждане-судьи, позвать этих свидетелей. Позовите Галину Игнатьевну Гавриленко или Петра Гарташкина и Людмилу Пекарскую из города Жлобина. Они расскажут вам, что видели в этом немецком лагере. Позовите и этих, замученных и покалеченных. Ничего не спрашивайте у них, а только глядите, глядите на них. И помните, судьи, таких было 33 тысячи. Это только тех, что спасла Красная Армия из одного полевского лагеря. Сегодня в Германии идет дискуссия по вопросу, каким образом вермахт был замешан в преступлениях нацистов. Азаричи в этом плане важны тем, что операция полностью лежит на совести регулярной армии. В ней не участвовали спецподразделения СС. Обнародование в Германии фактов о существовании лагеря смерти Азаричи привело местных жителей в ужас. Это преступление было сделано немецкими солдатами. И просто нельзя даже просить прощения, потому что нельзя простить это. Просто надо вспомнить и делать все усилия, чтобы такого больше никогда не произошло. О трагедии Азаричи в Каленковичском районе не забывали никогда. 15 лет назад по инициативе райисполкома в деревне создали музей, основой которого стали собранные местными школьниками материалы и экспонаты. Неравнодушна молодежь наша, хочу сказать, к этому вопросу. Приезжают, просто мимо едут студенты, в гости приезжают к азаричанам, и все время есть у них желание посетить этот музей и мемориальный комплекс. Несмотря на то, что после ликвидации лагеря смерти Азаричи прошло 75 лет, полная его история не написана и сегодня. В прошедших на этой неделе траурных мероприятиях приняли участие и сотрудники Следственного комитета. Причем сюда они приехали с конкретной целью. В прошлом году Гомерское управление заключило с Каленковичским райисполкомом соглашение о реализации масштабного проекта, призванного ликвидировать все белые пятна в истории лагеря. Начать работу по консолидации исторических материалов, опросу всех оставшихся в живых узников азаричских лагерей смерти, а в последующем сбору средств для издания памятных видеофильмов, книг и реконструкции мемориального комплекса. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Валерий Копанько. Новости недели. Впервые в Беларуси представили серию работ Энди Уорхола, посвященную животным. Выставка шелкографии «Вымирающие виды» открылась в Минске. Один из самых знаменитых и дорогих художников 20 века, король поп-арта Уорхол, в 80-е годы создал 10 портретов редких животных. Некоторые из видов уже не существуют в природе. А во дворце Румянцевых и Паскевичей можно познакомиться с творчеством жителей Гомельской области. На этой неделе там стартовал выставочный проект «Ямане, Яшишкин, Ямалевич». Об этом и других культурных событиях региона расскажет Анна Корольчук. Республиканский проект «Ямане, Яшишкин, Ямалевич» уже в третий раз собирает лучшие произведения белорусов для экспозиции в Минске. В прошлом году, например, на предложение откликнулось около 400 авторов. Увидеть их картины в Национальный центр современных искусств пришло 3000 человек. Поэтому в этом году организаторы решили охватить два областных города – Гродно и Гомель. Так жители регионов могут увидеть творчество местных мастеров, а художники – передать работы без поездки в столицу. Это выставка без ограничений по уровню образования, возрасту или иным критериям. В ней приняли участие более 130 художников, любителей и профессионалов. Самому юному автору 4 года, самому опытному – 87. После знакомства со всеми работами обязательно проголосуйте за понравившуюся. Для этого нужно взять такой вот символичный черный квадрат, написать на нем номер картины и бросить в урну. Победителя выберут 28 марта. Он получит приз от организаторов, а также возможность бесплатно поучаствовать во Всебелорусской выставке в Минске. В колледже искусств имени Нестора Соколовского прошел фестиваль «Вся жизнь для музыки», посвященный 180-летию со дня рождения композитора Модеста Мусоргского. В нем приняли участие инструментальные и вокальные ансамбли, а также солисты музыкальных колледжей и детских школ искусств области. Они исполняли произведения классика, а также других композиторов музыкального содружества «Могучая кучка». Представительство Российского центра науки и культуры в Гомеле пригласила на фестиваль российского музыканта Дмитрия Людкова, который провел мастер-класс для учащихся колледжа. Лучшие исполнители и творческие коллективы учреждений профессионально-технического и среднеспециального образования выступили на галоконцерте областного этапа фестиваля «Арт-вокации» в Гомеле. В этом году его посвятили 75-й годовщине освобождения Беларуси и Году Малой Родины. В предварительных отборочных турах приняли участие около 5000 учащихся. Тысяча из них получила шанс выступить перед республиканской комиссией на трех площадках – танцевальной, инструментальной и концертной. Лучших наградили дипломами и призами в специальных номинациях – от общественных объединений, профессиональных союзов и предприятий. Финал «Арт-вокации» состоится в мае. Кстати, в последних двух фестивалях Гомельская область становилась обладателем Гран-при. Далее расскажем о событиях следующей недели. На сцене Дворца культуры железнодорожников пройдет музыкальный батл. За зрительскую любовь в нем будут сражаться два музыканта – исполнитель аргентинского танго Андрей Глазенков и исполнитель фламенко – гитарист Андрей Войцеховский. Зрители смогут оценить игру на редком музыкальном инструменте – банденеоне, а также услышать музыку из таких кинофильмов, как «Такси», «Криминальное чтиво», «Отчаянный» и «Аромат женщины». 28 марта в кинотеатрах региона стартуют две премьерные ленты. Новый фильм от режиссера Тима Бертона расскажет историю слоненка Дамбо. Цирковой импресари он означает бывшую звезду цирка и его детей опекунами новорожденного слоненка, чьи невероятно большие уши становятся предметом постоянных шуток. Узнав, что Дамбо умеет летать, владелец цирка решает нажиться на нем. Картина является ремейком полнометражной анимационной ленты 41-го года. Главные роли исполняют Ева Грин, Колин Фаррелл и Дэнни Девитто. Российский фильм «Пилигрим» выступает в жанре остросюжетного триллера. В жизни мира все замечательно. Она владелец модной галереи «Счастливая жена». Но однажды на берегу моря находят мужчину с амнезией, который помнит ее имя и очень личную информацию. Благополучная жизнь мира разрушается, ведь неизвестный провел несколько лет на Ближнем Востоке и за ним идет охота. Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Анна Корольчук и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова